Продолжение следует... Дорогие друзья, сегодня, когда мы ожидаем этот прекрасный праздник Рождества Иисуса Христа, мы собрались здесь для того, чтобы вместе праздновать это событие, вместе прочитать и Слово Божье из Библии и также помолиться вместе. И сегодня как раз очень хорошее время для того, чтобы нам свободно читать Слово Божье, которое повествует о том, как это было, когда родился Иисус Христос. Мы знаем, что в Библии есть Новый Завет и Ветхий Завет. И вот в Новом Завете есть четыре Евангелия. Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. И вот эти Евангелия, они повествуют о том, как это было, как родился наш Спаситель Господь Иисус Христос. Но в одном из этих четырех Евангелий, в Евангелии от Иоанна, написано не просто, как это было, но также написано, почему это произошло. И вот сегодня я хочу вместе с вами обратить ваше внимание на Евангелие от Иоанна. В Новом Завете есть такая книга, где повествуется о том, почему родился Иисус Христос. И вот здесь в Евангелии от Иоанна, первая глава, в 14 стихе написано о том, что вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, а потом в 14 стихе написано, что «И Слово обитало с нами, полная благодати и истины». Слово, которое стало плотью, то есть Иисус Христос, обитало с нами, полная благодати и истины. И вот сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на значение этого рождения, рождение Иисуса Христа, как евангелист Иоанн говорит о том, что Иисус есть вот то самое Слово, которое было вначале. Как в книге «Бытие» написано о том, что вначале Бог сотворил небо и землю. Вот точно так же в Евангелии от Иоанна написано, что «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». А когда речь идет о рождении Иисуса Христа, то написано, что «И Слово стало плотью и обитало с нами». И вот первое, что мы здесь видим в этом тексте, это то, что Слово, это то самое Слово, которое было вначале, теперь стало плотью. Иисус Христос родился. Интересно, что когда мы узнаем друг друга, то мы можем, может быть, видеть друг друга, мы можем познакомиться как-то, но мы узнаем друг друга по-настоящему, когда мы можем даже называть друг друга друзьями, тогда, когда мы общаемся вместе, когда мы говорим друг с другом. И вот Иисус родился для нас. Он, то самое Слово, стал плотью для того, чтобы мы узнали Бога лучше. И это самое ясное откровение, которое могло бы нам свидетельствовать о том, кто такой Бог, зачем Он пришел в этот мир, какое значение Его рождения в нашей жизни. Дело в том, что разные религии, которые нас окружают на земном шаре, в нашем городе, там, где мы живем, разные религии говорят о том, что мы нуждаемся в каком-то учении. Мы нуждаемся в том, чтобы было какое-то знание. Но Библия говорит о том, что мы нуждаемся в больше, чем в учении. Мы нуждаемся в том, чтобы сам Бог стал плотью. Слово стало плотью. Наша ситуация человека настолько плачевная, что мы нуждаемся больше, чем в каком-то учении. Мы нуждаемся в том, чтобы сам Бог пришел в этот мир, чтобы взять на себя наш грех. И поэтому здесь написано, «А вначале было Слово, и вот Слово стало плотью». И Христос, когда Он родился, это самое лучшее доказательство Божьей любви к нам. И если мы хотим знать Бога, то мы должны познакомиться с Иисусом Христом, как со Словом. Слово, которое было вначале, и которое стало плотью. И мы можем сделать вот этот шаг, шаг знакомства, тогда, когда открываем страницы Священного Писания Библии. И вот первое, на что я хотел обратить внимание, это то, что у нас теперь у каждого есть возможность познакомиться с Богом через изучение, через то, что мы смотрим в Его Слово. Иисус Христос, Слово, которое стало плотью. Второе, на что хочу обратить ваше внимание, это то, что вот Слово стало плотью. Интересно, что Бог явился нам в младенце. В Ветхом Завете мы читаем очень часто о том, как Бог являлся людям. Ну, например, мы читаем такую историю про Моисея, мы читаем, как он зашел на гору Синай, мы читаем о Аврааме, мы читаем о других людях, о которых написано в Ветхом Завете. Мы читаем, как Бог являл Себя в храме, и там был страх и трепет. И тогда люди не могли прикоснуться и подойти близко к той горе, где Господь явил Себя Моисею. И мы читаем о том, как Господь являл Себя в храме, и только один раз в год священник мог приходить во святое святых. А здесь удивительно, мы читаем, что Слово стало плотью. И дальше мы видим, что Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. И христианство уникально в том, что только христианство говорит о том, что Бог захотел явить Себя вот таким уязвимым образом. Он пришел, как младенец. для того, чтобы мы с Ним познакомились. Пришел уязвимым. Он не просто так пришел. Он знал, зачем Он пришел. Он знал, что люди Его распнут. И вот здесь, когда мы понимаем это, то это не просто так. Знаете, когда наши дети подрастают, и мы держим их на руках, и мы понимаем, насколько наши дети от нас зависят, когда они маленькие. В эти праздничные дни они любят конфеты, и мы можем контролировать, сколько конфет они съедят. Иногда это у нас получается. А когда они подросли, то тогда мы смотрим, они уже сами контролируют, сколько они едят конфет и так далее. Но вот здесь представьте, что среди многих способов, как Бог мог бы явить Себя людям, Он выбрал вот этот уязвимый способ. Когда Он родился, был младенец, и потом, когда Он вырос, когда Он вышел на служение, Он был уязвимым для людей. Бог решил Себя явить в младенце. Почему так? Почему раньше страх и трепет, а сейчас Бог явил Себя в младенце? «Слово стало плотью». Почему так? Потому что Господь захотел убрать все преграды между Богом и людьми, потому что Бог с нами. И сегодня, когда мы готовимся к этому празднику Рождества, как важно для нас понимать, в начале было Слово, и Слово стало плотью. Именно то самое Слово, для того, чтобы мы стали ближе к Нему. Что это значит для нас? Это значит, что когда Иисус родился, то Он проходил через те же самые обстоятельства, через которые проходим мы. И, возможно, здесь меня слышат сегодня люди, которые проходили в своей жизни через предательство. Люди, которые проходят через болезнь, через скорбь, через различные переживания. Я вам хочу сказать, что сегодня вы можете прийти к Иисусу Христу, потому что Он прожил через такие же обстоятельства. А, возможно, кто-то, кто меня сейчас слышит, скажет, а я обращался к Богу в молитве, а Он меня не услышал. И я хочу сказать для тех, которые вот такое имеют переживание в своем сердце, Иисус Христос однажды тоже обращался к Отцу Своему Небесному. И Он не услышал. И была тишина тогда, когда Он был на кресте. Когда Он сказал, «О, Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил?» Тогда, когда Он был на кресте ради меня, ради нас, ради каждого, кто верит в Него. Когда Он был там ради моего греха. И вот сегодня, даже те, которые имеют это сомнение, вы можете прийти к Нему, потому что Он прожил через это. Потому что Слово стало плотью. Еще последнее, на что хочу обратить внимание, в этом стихе написано не только то, что Слово, то самое Слово, теперь оно обращается к нам, то, что Он стал уязвимым, но также здесь написано, что и Оно обитало с нами. Дело в том, что мы знаем, что Новый Завет, он был написан прежде всего на древнегреческом языке. И вот здесь можно было бы выбрать любое другое Слово. Например, можно было бы сказать, что Слово было с нами, или Слово находилось с нами, или Слово пришло к нам. Но здесь Евангелист Иоанн, он пишет, что Слово обитало с нами. И вот это самое Слово обитало, это Слово, из которого мы используем на русском языке, Слово Скиния. Слово обитало с нами, Слово Скинео с нами, оно, Господь сделал Скинию с нами. Для тех из вас, кто читал Библию, вы знаете, что Скиния, это место, где Господь в Ветхом Завете являл свое присутствие. Это далее было место святое святых, куда приходили священники. И вот здесь, Слово стало плотью, и оно обитало с нами. Что это значит? Это значит, что теперь Господь сделал себя вот настолько близким к нам, к людям, что Он желает, чтобы мы не имели никаких препятствий, но чтобы обратиться к Нему, обратиться с нашими вопросами, обратиться прежде всего с покаянием, для того, чтобы приобрести мир, и для того, чтобы приобрести, вот, наконец-то, полноценную жизнь по вере в Иисуса Христа. Возможно, вы слышали о людях, которые веруют, ходят в церковь, читают Библию. И, возможно, вы один из тех людей, или вам задавали когда-то вопросы, когда вам бы, к примеру, сказали, ты, наверное, ходишь в церковь, или ты, наверное, веруешь в Бога. И вы бы сказали, да. А у вас бы, наверное, спросили тогда, ну, а у вас там, наверное, есть какой-то особенный священник? А вы бы сказали, да нет, у меня есть священник, самый Иисус Христос мой священник. А кто-то скажет, ну, возможно, там есть какие-то религиозные действия, что-то там нужно в храме, вот как в Ветхом Завете делали. А вы говорите, нет. Иисус Христос принес однажды, один раз, эту жертву за грех, и мы не делаем каких-то религиозных действий. И тогда кто-то скажет, да как же ты тогда приходишь к Господу? Какой-то особенный способ. И мы теперь можем сказать, что да, это очень простой способ, потому что Слово стало плотью и обитало с нами. И теперь на всяком месте мы можем обращаться к Нему в наших молитвах, потому что Он стал близкий к нам. И теперь мы можем понимать, что мы приняты Им. Мы можем быть в присутствии Его. Мы можем понимать, что Он слышит наши молитвы. Потому что когда Христос родился, когда Он пошел на крест вместо нас, то завеса в храме разодралась, потому что Слово стало плотью и обитало с нами. Полная благодать и истины. И Иисус пересек вот эту пропасть между святым Богом и грешным человеком. И теперь мы можем иметь этот прямой доступ к Богу по вере в Иисуса Христа. Дорогие друзья, я хочу у вас спросить. Вы знаете разницу между идеальным и реальным? Я думаю, каждый раз, когда мы смотрим на свою жизнь, когда мы смотрим на жизнь своих детей, смотрим на планы для нашей жизни, мы бы хотели, чтобы было все идеально. Но когда мы начинаем что-то для этого делать, мы тогда понимаем, что мы встречаемся с реальностью. И часто идеальное очень сильно не похоже на реальное. И кажется, что есть вот эта железобетонная стена в этом мире между идеальным и реальным. Но тогда, когда Слово стало плотью и обитало с нами, то мы видим, что идеальное прорвалось в реальное. Наконец-то соединилось идеальное и реальное. Тогда, когда Христос пришел в этот мир, когда мы сегодня, мы начинаем праздновать о Рождестве Иисуса Христа, мы понимаем, что мы празднуем вот этот прорыв идеального в реальный мир. Тогда, когда наконец-то стало возможным приходить в присутствие Божье в наших молитвах. Тогда, когда мы, кто уверовал в Иисуса Христа, теперь можем быть одновременно не только грешниками, но также и детьми Божьими. Как Библия говорит, царственное священство. Почему? Потому что Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Идеальное прорвалось в этот реальный мир. И каждый человек, который сегодня слышит Евангелие, который слышит о том, что Слово стало плотью, что Иисус Христос родился в этот мир, Он принес Своё Слово. Теперь каждый человек, который слышит Евангелие, который принимает его верою, может иметь мир с Богом, может иметь это примирение и иметь полноценную жизнь по вере в Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. Когда мы не только знаем об этом, но и живем теперь в соответствии с Евангелием, теперь идеальное прорвалось в реальное, тогда, когда Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И сегодня, когда, возможно, кто-то, кто слышит сейчас мои слова, слышит это, может быть, в первый, может быть, не в первый раз, но вы хотите больше узнать о этом рождественском событии, вы сегодня можете подойти к вот этим двум деревянным киоскам, которые находятся по левую сторону от меня. И там вы можете взять в подарок литературу, вы можете взять в подарок Новый Завет, вы можете задать вопросы, которые, возможно, у вас возникли, о значении Рождества, почему Слово стало плотью, зачем это было необходимо. Сегодня, это среда, в четверг, в пятницу и в субботу, 4, 5, 6 и 7 января, здесь будут каждый день проходить праздничное богослужение, начиная с пяти вечера. И мы можем вместе читать из Слова Божьего, слышать прекрасное пение, обращаться к Господу в наших молитвах, в совместных молитвах, потому что Слово стало плотью. И сегодня вы можете обратиться вот к этим двум киоскам, к людям, которые там находятся, для того, чтобы выпить там чай, возможно, получить литературу, а самое главное, получить ответы на возможные вопросы, которые у вас есть. И вот эти богослужения, эти встречи, которые происходят сейчас здесь на улице, начиная с пяти часов вечера с сегодняшнего дня и до 7 января, проводят церкви евангельских христиан-баптистов города Запорожья. И мы будем очень рады видеть вас в наших церквах, пригласить вас в церкви, которая находится в нашем городе, и, конечно же, познакомиться с вами и сейчас, и в эти последующие дни. Пусть Господь вас благословит, праздновать, понимать смысл, значение праздника Рождества Иисуса Христа. Давайте мы помолимся.